И дожди на марте, правительство решает! Здравствуйте, товарищи! В прошлом выпуске на Безобразителе, так сказать, теперь только граффити будет, так сказать, со смысловым, так сказать, нагрузом. Немного юмора от Сергея. Сейчас нужно шутить. Набрали воздуха? Раз, два, три! Готовы? Кстати, Юрий Никулин тоже сражался в отрядах совет за чистоту советской крови. И будь уверен, генерал, ты не зря воевал! Занесло нас сегодня замкат. Я здесь был всего лишь два раза сегодня. И в прошлый раз я был здесь два с половиной, наверное, года назад, когда я работал курьером в магазе. Вышло у нас так, что заказ поступил, и директор моего магазина, мой хороший приятель Андрюха, попросил... Серег, сегодня нужно сгонять обязательно в Митино. Я думаю, ебаный шашлык, полдня ехать. Ну, ладно, он говорит, блин, очень нужно, очень важный клиент. На тот момент у нас, получается, было где-то тысяч, ну, 15 максимум подписчиков. Это как раз то время, когда я отбивал деньги за пуховик. Еду, захожу, короче, вот в этот дом. Захожу, там, получается, коридорчик у него, и вдалеке человек на коляске сидит. И каково ж мое было удивление, что он говорит, Серега, а ты что ли? И просто, блядь, полные глаза счастья у человека были. Блядь, а мне так стало приятно, что я какой-то вот хуевенкой этой кого-то заставил поулыбаться. Ну и сегодня мы, короче, опять здесь. Здорово! Сегодня будет влог, где мне будет стыдно за то, как я ожирел. И оправданий больше не будет, походу. Чтобы вы понимали, он еще и с Лехой бегу за собак, говорил, давайте я с ним посоревнуюсь, побегаю. Ты как себе это, во-первых, представлял? Ну, естественно, не по такой дороге, но марафоны... Конечно, я представляю, что до Лехи мне далеко в плане обогнать. Но по длине марафоны, вот я был в Сочи, это 25, за раз я проезжал. Хотел ты, чтобы Леху говном палили, чтобы все говорили, о-о-о, уделал его. Или наоборот, о-о-о, проебал ему. Как говорится, два стула. И оба с хуями. И оба с хуями надрочными. А Сергей из булочного комбината выйдет? А, конечно. Спорткомбинат это не мое. Я скорее пожир комбинатом. Но промокод могу я подогнать вам. На бонусы до 25 тысяч рублей. Шеликс, шеликс, пиздатый коэффициент. Полезная ссылка. В прикрепленном комментарии по традиции закрепляется святым духом, который помогает выигрывать все спортивные события. Вот и победитель предыдущего конкурса, дорогие друзья. Который просто оставил комментарий по традиции. Нажал класс. И, собственно говоря, выиграл, подписавшись на наш канал. Все, что от вас требуется. Пишите комментарии. Больше комментариев, больше шансов на победу, дорогие друзья. Нам приятно. А вам подгон? Эх, футболка хороша. Хоть на свадьбу в ней. Ну, давай тогда уж напрямую. Как до такой жизни докатился? Что произошло? Докатился на двух колесах. Попал в мотоаварию. Выехал один нехороший дядечка, таджик, на такси. Ну, в общем, выехал просто из-за автобуса. Решил развернуться через две сплошные в наглую. А я ехал, ну, по прямой. Блядь, причем скорость была 50 километров. Ну, давай, скажи честно, не нарушал ты? Не, я нет. Я тебе говорю, камеры все засняли. Там все свидетели были. Вообще, причем самое, блядь, наверное, обидное, что скорость была полтос. То есть я, блядь, по-честному, как все мотоциклисты на Спартах, ездил, выжимал все 300, блин, и что только не делал, там и на задних колесах. Но вот в день аварии только стартанул со светофора и выехал, получается, мужик, развернулся через две сплошные. Я перетормозил, он поднялся на переднее колесо и перевернулся, задев машину, и он упал на стыдную. Ну, а хули, он весит 200 килограмм, ну, 200 килограмма ломает все. Там и ребра полетели, 9 ребер, которые пробили легкие, вот, позвоночник в труху. Ну, и, соответственно, еле довезли, потому что кровь начала в легкие попадать. Это сколько времени назад произошло? Короче, 1 августа 6 лет было, вот мой второй день рождения. Я в ахуе. Есть приятель, ну, у нас постоянно забивается, он тоже, твой бывший коллега, скажем так, гоняет на... Прям очень серьезно гоняет, вечно выкладывает видосы эти все. Он недавно улетел на 260 километрах, слетел нахуй. Комбинезон. Да, он ногу сломал, а потом в итоге, говорит, ой, вывихнуло, оказывается. Прикинь? Прикол в том, что она в комбинезоне, ты можешь, у меня тоже, друзья, падали при мне на 250, и ты можешь проскользить, теряя в комбинезон, но не содрав даже при этом, блин, ни кусочка кожи. И не сломав ничего. Главное, чтобы тебя не переехало в этот момент машина. А у меня, видишь, ситуация получилась так, что он просто перевернулся, и именно удар пришелся вот на позвоночник и задел спиной мозг. Ну и, соответственно, перебило нервы, и там уже, там другая ситуация. У меня были, похоже, ситуации на скорости, когда было время положить мотоцикл. То есть ты его кладешь, скользишь как раз вот как вот у тебя товарищ, и у тебя ничего не происходит. А тут такая черня, что он выехал из-за автобуса, и у меня репректорно идет момент того, что я нажимаю на тормоз. Можешь ли ты передать словами то, что ты пережил, когда открыл глаза, грубо говоря? Во-первых, я не терял сознание. Прикол был в том, что я пытался подняться, как бы... Меня мотоциклисты поймут, если смотрят, они первым делом, мы первым делом идем смотреть свой транспорт, что произошло. И тут я понимаю, что, короче, я пытаюсь пошевелить ногой, а я не могу. И я пытаюсь встать, посмотреть, а я не могу. И вот тут ты, блядь, охуеваешь, что ты за 27 лет впервые ты не можешь просто пошевелить ногами. Ну и я же не знал. Это сразу, да, прямо? Да, 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 мгновенно отключились все ноги. И когда приехали врачи, они сразу же сказали, что у вас отперелом позвоночника. Вот, ну отвезли в больницу, благо, я говорю, откачали, потому что родителям уже говорили о том, чтобы искали место на кладбище, когда они приехали спрашивать про операцию. Вот, не было утешительных прогнозов из-за того, что я говорю, вот... А вот ведь согласись, вот непорядочный врач бы попался, и, ну, кто не захотел бы ковыряться, наверное, скажем так, грубо, и могли бы, да, хер забить? Ну, ты знаешь, я тебе могу сказать, что, наверное, так и произошло в том плане, что первую свою ночь я провел не в реанимации, блядь. Сейчас немножко такого шоу-контента. Короче, меня закинули на обычную койку, которая находилась там, где швабры и все остальное. То есть они, видимо, думали, что, блядь, ну выживет, не выживет. И только через сутки, когда они пришли и сказали, а, он живой, короче, они меня подключили на все аппараты и закинули в реанимацию, потому что я приехал, и я не понимаю, я знаю, что такое реанимация, где все там перепипит, все пищит и так далее. А тут, блядь, просто обычные швабры. И когда я уже, видимо, выжил, они поняли, что как бы все нормально, более-менее, они меня уже подключили. Так, отходим, повторы не запустим. Вот, они меня уже подключили ко всем этим, короче, ко всем этим аппаратам. И начали уже, да, вот, откачивать кровь из легких и так далее. Поняли, что дышу я сам, даже трубки всякие эти не стали ставить. Ну и, блядь, постепенно, постепенно, что я лежал. Ну и первые впечатления какие, блядь, ты охереваешь, что у тебя пол тела не чувствует. Просто народ, который думает, что у меня не работают только ноги, у меня ощущения нет по сиське. То есть, это верхний грудной отдел идет, и не только ноги. У меня почему вот живот, например, немножко выпирает, потому что ты, ну, грубо говоря, ты вот когда его можешь втянуть. А у меня почему он выпирает немножко? Ты его можешь втянуть, а я и даже не могу его втянуть. То есть, поэтому у меня идет вот грудной отдел, соответственно, по соске нету никаких вообще ощущений. Короче, мы вот сейчас прошли, сейчас, блядь, начнется, даже не мог его покатить. А я, между прочим, предлагал, а он не соглашается. Так что, ебучие комментаторы умники, завалите свои ебальники. Я не любитель, да, вот этого помощи, если честно. Еще в первые даже, первые месяцы травмы у меня была коляска, которая весила 20 килограмм. И из реабилитационного центра, из палаты до столовки нужно было проехать каких-то метров 15. Но когда у тебя нету ни хера сил, ты 5 месяцев лежишь в больничке и потом пытаешься прокатить. Короче, раза три я тормозил, подходили ко мне медбратья, говорят, давай, давай, дотащим. Говорю, я не хочу. То есть я, ну, понятное дело, что в нашем случае где-то помощь нужна, там, ну, на ступени занести, если нету доступной среды. Она мало где есть. Вот. Тогда да. То есть, когда безвыходные ситуации, да. Но когда я, блядь, ну, как бы сам могу, то зачем мне кого-то напрягать, просить. Для тех, кто первый раз с нами здесь, у нас формат прогулки, дорогие друзья. Сегодня мы выбрали прекрасные виды. И с нами сегодня гость, которая, между прочим, болеет за Спартак. Да. Да, давайте начнем с этого, потому что сейчас начнутся опять моя бабушка тоже попала под троллейбус и все такое. Друзья, мы, конечно же, всем сочувствуем и дай бог всем доброго здоровья. Но, в первую очередь, мы всяческие молодежные субкультуры и все такое, блядь, движение поддерживаем, сохраняем, пытаемся в нашей стране прекрасной. Ну, футбол как ходится, как тебе ходится, если так можно сказать. Ситуация была в чем вообще. Я, значит, в 14-м году, как и дохуя болельщиков Спартака, ждал открытия нашего стадиона. Ага. Вот, это было, если не ошибаюсь, середина августа или концовка. Перед моей свадьбой, как сейчас помню, да. Да, игра со звездой должна была быть. И тут я попадаю 1 августа в аварию. Ебать. И первые мои мысли, получается, когда я проснулся, это, а, как я буду заниматься спортом, и, б, как я, блядь, схожу на открытие стадиона. Естественно, не попал я на открытие, потому что врачи меня еще никуда не отпускали. Хотя у меня были мысли, я говорю, давайте, что я живой-живой сяду на коляску, меня там ребята довезут. Как только более-менее, короче, взбодрился, поехал, что, поехал сразу на стадион. В этом плане наши, во всяком случае, стадионы, на которых вот я был в Москве, все доступны, все нормально, лифты есть. Вот, а попадают, что, абонемент для нас бесплатный, хоть что-то есть, надо пользоваться, блядь, фишками инвалидности, там, там, хоть какие-то есть плюсы в нашей стране. Дают абонемент, все на халяву, либо, если ты не оформляешь абонемент, обращаешься в фан-клуб, тебе и твоему сопровождающему два билета, получается, на халяву дается. Вот, ну и все, собственно говоря. Ну и что, тебе вот даже фаерок не хочется зажечь? Бля, ну, я все-таки, что хочется. Да мне кажется, я не примут. А мне кажется, я не примут. Ладно, у нас, у нас есть ребята, которые не поехали на чемпионат мира, им не дали фан-айди, потому что, ну, за старые движухи, серьезно, припомнили, ебать, вот тотальные себе. Вот, есть все, и, короче, парня, не закрыли, блядь, ну, вот как они вообще аргументируют это, ах, сейчас нахулиганит он там на коляске. Слушай, я сам не понимаю, но я говорю, на чемпионате мира я столкнулся, значит, с тем, что меня раздевали и искали фашистские татухи, блядь. Ну, вообще, как клуб там, помогает, что-нибудь содействует, как вообще? Да нет, а ты знаешь, сколько таких, как я, конечно, у нас очень много приезжает, у нас целая отдельная трибуна за воротами, раньше это было очень круто, раньше мы сидели к ДБ, короче. А сейчас там сделали вип-трибуну новую. О, это так по-российски, дорогие друзья, все для людей. Соответственно, нас согнали и загнали уже на Д. Так у тебя капусты не хватает, ты в Митине живешь. Я этим хер, нет, ну, ка, давай-ка, ну, я проезжал. Ты по-уебывай на колясочке. Да, но я проезжал туда, там есть пару мест, и иногда стердые попадают все нормально, и они тебя пускают, и заходишь на старые места, и сидишь хотя бы, где там фратры, где все движухи, где все орут. Потому что, ну, на Д сами, ну, те, кто был на стадионах, знают, там, конечно, скучновато. Но, блин, вариантов нету, что делать, приходится. Я надеюсь, что отчасти, может быть, как-то поспособствуют, и кто-нибудь из компетентных товарищей из футбольного клуба «Спартак» увидит наше видео, и сделает пацанам, шизящим пацанам на коляскам нормальный доступ к сектору. А так хорошо, что нас не особо обыскивают. В этом плане мы очень, ребята, удобные. Проносили фаера для пацанов. Поэтому половину фаера для пацанов. И не дали. Да, проносили фаера для пацанов, естественно, вот, ну, если просили. Потому что, ну, что, мы сзади, сзади это, ну, обычно-то вот так вот, а вот эти все места не обыскивают. Еще была, короче, веселая тема. У нас парни говорят, блядь, можно как-то вот через вас бухло провести? А был матч, вернее, мы знали, что на этом стадионе обыскивают по полной. Так вот, я сейчас покажу. Короче, когда долгие поездки идешь... О, наконец-то, сейчас мы выпьем. Когда, нет, долгие поездки идешь, короче, мы подсоединяем, короче, вот такие мешки, блядь. Это чтобы ссать, чтобы тебе не искать какой-то туалет там и так далее. Короче, берешь чистый мешок, заливаешь туда вискарик, вот, и провозишь в этом. Потом выливаешь, и все, блядь, и, ну, естественно, только чисто. Блядь, а если перепутаешь, то ли? Вот, 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 вот. Главное, чтобы это не перепутать, и было чисто. Пол касания до зашквара. Раз трубочку у соседа взял, а там... Такие вот моменты веселые тоже есть. Парням помогаем, как можем. Как вообще, в принципе-то, в такой ситуации не приуныть? И я смотрю, ты... Да и все смотрят, блядь. Вообще там, ну, пиздец, да. Стараемся. Короче, как только я все попал в эту херню, я... Блядь, ну, как и все, естественно, ты сначала охуеваешь. Потому что первое время ты... Блядь, ну, ты, короче, как ребенок, ты ничего не можешь сделать. Ты, блядь, ну, будем говорить как есть. Срешь под себя, не можешь перевернуться вообще, ничего не можешь сделать. Вот это самое дерьмовое. Потому что, блядь, ты зависишь от кого-то, и, естественно, максимально хочется быстрее стать независимым. Ну и, собственно, что, первым делом, что я начал... Для себя, вернее, я понял, что надо куда-то уходить. Кто-то уходит в работу, кто-то уходит в семью, там. Мне захотелось заниматься спортом. Я начал пробовать, на самом деле, все подряд. Первое, это было и баскетбол на колясках, и гребля, ничего только не было. Потом вспомнил, что я любитель железа, зала, и начал интересоваться обычным видом спорта для колясочников, так скажем, и каком занимаются многие. Это жим штанги лежа. Вот, стал несколько раз чемпионом Москвы в этом виде спорта. По области тоже выигрывал. На чемпионат России я не поехал, потому что, ну, там просто зверье. Там реально мужики, которые, блядь, тягают. То есть я вот за пять лет, у меня максималка, значит, я, пожалуй, 135. Но это без участия ног, соответственно, ты просто выгибаешь, без выгибания. Ты просто лежишь, грубо говоря, руками и титьками жмешь, короче, 135. Ебать, да я 135 только на самом охуенном периоде, именно 135. Совпадение ли? Когда мне сказали, что там ребята жмут, блядь, моим весовым, от 160 и более, я понял, что именно чемпионат, именно Россия или мира, мне ехать еще, конечно, рановато. Вот, и последний раз мне предложили, значит, поучаствовать и стать первым, кто будет на коляске в России по бодибилдингу. Для меня это, конечно, был такой, знаешь, опыт так себе, вид спорта для меня. Ну, я не особо даже считаю, что это вид спорта, потому что, блядь, красующиеся... Да, да, красующиеся мужики на сцене, но мне было интересно просто стать первым. Мне захотелось... Стал? Да, я, собственно, первый, кто вот в России выступил. И, к сожалению, а может быть, к счастью, третий, нет, второй год я уже выступаю, и никак не могут найти, короче, конкурентов. С одной стороны, ты, блядь, вроде выезжаешь, тебе дают медальку, ты молодец, тебе все хлопают, а с другой стороны... Павловский-Лукашенко, единственный такой незаменимый стал, он бодибилдингу. Да, вот, и нету конкуренции, поэтому, собственно, мы с тренером, наша задача, это вот рассказать о том, что людям можно поддерживать физическую форму, заниматься в зале, пахать, и, как бы, ничего не помешает. Если у вас работают руки, вот, вы можете пересесть на любой тренажер и навешать себе блинов, и никого, опять же, не напрягая, спокойно заниматься спортом. Друзья, если вы такие же, хочу сказать, уебаны, как я, которые не могут найти себе мотивацию, ссылаются на коронавирус, всяческую хуйню, я, честное слово, послезавтра пойду в зал, я точно, блядь, приведу себя в порядок, но если вы нуждаетесь в пиночке, в мотивации, в каких-то пиздатых, скажем так, постах на этот счет, если вы сидите и думаете, что я пивасик допью, а завтра не буду, или с понедельника лучше, держите ссылочку на его инстаграм, подписывайтесь, ему будет очень приятно, поэтому вот она здесь, не ленитесь, блядь, своими кнопочками наберите. Раз про отдых заговорили. Да, решили отдохнуть, я не часто, конечно, кого-то напрягаю, эксплуатирую людей, не сильно. Я пока это могу хотя бы. Но это вот зато для него физическая нагрузка первая. Ну да. Пошла. Значит, отдыхал я в городе Сочи, вот сейчас полтора месяца один, решил поехать в такое экспериментальное путешествие, и полностью провести, полностью одному, то есть сталкиваясь с какими-то проблемами, решать их уже по мере поступления, так скажем. Все прошло охеренно, на самом деле, полтора месяца просто пролетели на ура. Сейчас у меня поездка... Я еду, короче, в малознакомый город, со смешным названием город Саки. Вот. Ну, собственно... А знаешь, кстати говоря, Саки, это город по-братим Самары. Мне когда сказали, я точно решил, что в Самару надо переезжать, какой-то с Саками запахло. Это город, неофициальный город инвалидов. Так и есть. То есть там два санатория, и там проходят лечение, со всех городов ребята съезжаются и так далее. Но если честно, город Бухарей, потому что приехав туда первый раз отдыхать, я человек мало пьющий, а то и не пьющий там, я найти для себя занятия особо не мог, потому что, ну, реально город просто, блядь, колдырит. Поэтому только вот там проедем. Вот. Туда съезжаются люди, которые не могут выйти у себя в подъездах и так далее. И там они отрываются, конечно, по полной. Когда я приехал туда первый раз, у меня была дорогущая коляска за полмульта. Мне женщина оплатила... Тебе, 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 Серега, тут надо подниматься. Ну, вам. Оплатила, короче... Ну, сделала подарок. И, значит, пацаны, когда увидели, что это, значит, Пантера Х, они говорят, блядь, ты чё ты двоёк сюда приехал на такой коляске? Нас... Чуть богат. Да, у нас тут просто скидывают с таких. Я говорю, в каком смысле? То есть там есть прошаренные ребята, которые подбегают, блядь, я не знаю, бьют они по голове, нет, благо меня я не проверял. Но, короче, скидывают тебя с коляски и потом просто барыжат ими, и всё. Ну, а чё, блядь, за пять минут ты полмульта можешь заработать, просто увидев человека на коляске, который тебя хуй догонит. Блядь, вот это, вот это кайф, вот это я понимаю. Так что да, вот советуют просто ребята, сразу мне сказали, братан, в следующий раз приезжай на дерьме, потому что тебя, во-первых, никто не тронет, и, во-вторых, блядь, разъёбанные дороги, которые сохранят твою коляску как бы в этом, в нормальном состоянии. Ну, блядь, я, короче, никто не дёргал, меня, конечно, никто не скидывал, но вот такие вот... Да потому что суд эти гоплы посраны на тебя. Ну, вот такие вот, короче, истории и такие предупреждения мне были. Я, конечно, тогда подохерел немножко, потому что... Ну, я никак не думал, что, блядь, людей на колясках будут просто скидывать и зарабатывать ещё на этом бабке. А вы чувствуете, да, как я уже... Подохуел. Пиздец у него дыхалка. Просто в горочку прошёл Сергей, околоцентнерный. Осень на дворе наступает. Сейчас все... Ой, у меня... Это как её... Биполярочка или там что сейчас все говорят. Ой, у меня там расстройство психическое. Как выйти? Меня часто спрашивают этот вопрос. Конкретного ответа у меня нет. Не знаю, у меня как-то, блядь... Ну, жизнь у нас одна. Хуй знает, я вот как и рассуждаю. Если плакать, ничего не поменяется. Если было бы, как у кошек, там, да, семь жизней, я, может быть, тоже себя бы ёбнул бы и дальше жил заново. Поэтому, не знаю, у меня как-то не было, говорит, депрессух. Или ещё что-то. И посоветовать не могу. Блядь, занимайтесь любимым делом. Кайфуйте. Стоит ли вообще на государство надеяться в этом раскладе твоём? Слушай, я тебе скажу нет. Ну так, по чесноку. Я тебе скажу нет, а когда я это понял? Когда на камерах была заснята моя авария, свидетели были, ну, все-всё видели. В общем, когда мужика этого нехорошего, короче, долбоёба признали, в общем, что ему дали? Год условный, год лишения прав. Ноль копеек выплаты и всё остальное. То есть я уже тогда понял, что на суды и на всё остальное надеяться, ну, просто бесполезно. То есть признали, да, виновным, да, он виноват, да, по камерам и по всем, по всем статьям он виноват, но через год... А как думаешь, почему так вообще произошло? Бля, ну, я не могу тебе сказать, почему, видимо, не убил, бля. Что тут можно сказать? Грустно всё это? Ну, не торопляйте. Россия. Я говорю, после того, как мою аварию, я говорю, вот сделали из моей аварии, как бы, выжили только то, что чуваку дали год условный и год лишения прав, и нихера, я вот потратил на первое лечение я около полуляма. Ну и дальше я уже не буду говорить суммы, полляма это собирали. То есть друзья, моциклисты, девушки на тот момент, когда ещё не съебался, вот, то есть, ну, всё это... А что, сапрогвалось? А что, любовь прошла, Серёг, конечно, Серёг, ты чё? Ну, а эти моменты, как переживать? Слушай, ты знаешь, я... Уже киев всё-таки более ранее был, сябня, я был готов, то есть я, да, ты знаешь, я не могу вообще её судить, потому что девке был на тот момент 22 года, она молоденькая, у неё папа заряжен, у неё всё прекрасно, и тут меня и так не сильно долюбливали, блядь, моциклист в масле, который возит с мотоциклами, татухах, ну, в общем, не партия для дочери. Но она молодец в чём? Она не бросила первое время, она постаралась, три месяца она со мной пробыла, она собирала деньги, она в этом плане большая умничка, она сделала мне охуенный сюрприз, ко мне приехало 50 мотиков. Короче, в рупор там мне орали, поддерживали, то есть, блядь, ну, реально до слёз. Это был единственный раз, когда у меня прям реально слеза просто пошла у меня и у всей семьи. Поэтому я не могу её осуждать, она как могла, она попыталась. Первое время, конечно, я говорю, это пиздец, потому что ты от себя не зависишь, на тобой все бегают, то есть у меня мама, которой там, да, 67 лет, и тебе, блядь, вроде кабан, который он 27 лет, а тебе жопу подтирает. Вот это вот самое-самое хуёвое. Три месяца, когда ты от себя не зависишь. Но потом я мамку выгнал, короче, на дачу, реально со скандалом, и сказал, что дай мне самому со всем справиться. Она приехала, я, короче, приготовил пожрать, помыл полы, убрал квартиру, и она приехала, она поняла, что, блядь, ну всё, сын, у тебя всё заебись, ты молодец, ты стараешься и так далее. Главное, пацаны, если, ну, кто попадёт в такую хуйню, первым, что делает, это независимость. То есть, никого не напрягать, потому что встречал очень много диких историй в реабилитационных центрах, когда парни садятся на шею своим родителям, матерям, привыкают. А потом уже потеряют, и всё. Да, да. А от этого, к сожалению, никто не застраховывал. И они привыкают настолько, что вот при мне приехал парень, у которого травма была уже 3 года назад, и когда у него спросили, в чём тебе нужна помощь в реабилитационном центре, он говорит, я научился только пересаживаться. Он не научился ни одеваться, ни чего делать. Я первым делом научился сам себя мыть, сам себя одевать, сам спускаться, вот эти вот бордюры преодолевать, баланс, ну, типа, вот такой вот, короче, штуки там делать, чтобы можно было заехать. Ахуйня. И так далее. То есть все эти вот эти вроде как тяжёлые, как многие думают, вещи, но они на самом деле простые, очень необходимые. Потому что вот поедешь ты к путешествию, увидел ты бордюр, и если ты не умеешь подняться на балансе, ты, блядь, даже, ты каждый раз будешь кого-то, помогите мне там, да, вот за ручки меня возьмите и затащите. Ну, парни, блядь, и девочки, это, конечно, херово, потому что, в первую очередь, ты сам себя чувствуешь дерьмом. А когда ты никого не напрягаешь, ты, блядь, ты забываешь, что ты на коляске. Это видео другие, но ощущения внутри у меня лично этого уже нету. Что ты какой-то там немощный и так далее. За снять выпуск уже достаточно давненько планировали. Сложновато было выбрать, как это всё будет смотреться, как человека лишний раз не подвести к какому-то неудобному вопросу, может быть. А получилось всё в стиле старого доброго канала Дух Провинции. Именно спонтанно, никакого плана. Чисто вышли прогуляться. Осталось после съёмок куча размышлений в голове. Начиная от того, насколько сложно гражданам-инвалидам подобной категории выживать в провинциях. Ехали мы, думали, как бы нам не сделать такой выпуск пиздострадальский. О, вот этот вот, блядь. Нихуя! На самом деле плакать осталось только мне, что я жирный. Сука, второй год уже не могу взять себя в руки. Из головы не выходит его реакция. Какое-то, во-первых, ощущение было ещё. Ну, поначалу говорит, похуевал. Так, значит, вскользь просто сказал. И, ну, не придавает ему значения как-то особого. В такой ситуации себя, когда представляешь, то думаешь, у тебя мир изменится настолько внутренне, да и ты, до неузнаваемости. Я просто думаю, это у человека изначально был стержень такой. Или в такой ситуации всё-таки как-то силы откуда-то берутся. Вот мне вот это интересно. А я думаю, тут всё то на то и накладывается. Тут на самом деле выбор есть у каждого свой. Либо ты реально садишься на шею кому-то, а потом просто, ну, как бы грубо не звучало, вымираешь после того, как теряешь близкого человека, который тебе во всём этом помогал. Либо ты, имея стержень мужской изначально, попадаешь в ситуацию, и ты уже в любом случае думаешь, ебать, но я же не должен в грязь лицом уебаться перед этим, перед всем, и быть с сопливой нюней, которую тут бросили, и, блядь, и ты весь. Нихуя, красавчик, блядь, респект и уважуха. Сука, мы им всем, блядь. Скоро всем вашей, кирдык. Сделали достаточно суперкрутой пример, по моему мнению, именно толерантности, здоровой толерантности, которая должна быть к человеку. Мы, у нас даже и в мыслях не было именно искренне сделать акцент на то, что он какой-то особенный, скажем так, как нам преподносят там дети-ангелы, или как там называют детей, которые валяются там дауны, всяческие такие дела. Нет, мы сделали именно акцент на том, что, правильно Роман сказал сейчас до камеры, дела утопающего, как это? Спасение утопающего. Спасение утопающего делало рук самого утопающего. Мы засняли именно человека из движухи, фаната, человека, который подходит под наш формат, и которого я знаю лично. Про всех, к сожалению, мы не сможем заснять и всем помочь. Мы всех поддерживаем, всем сочувствуем, всех, блядь, любим, особенно наших подписчиков, которые должны быть подписаны, ставить лайки. Но этот выпуск сделали просто от души. Живите от души, любите от души, ходите от души, гуляйте от души, смотрите Дух провинции тоже от души. Даже если у вас работает, грубо говоря, один палец, занимайтесь, тренируйтесь и будьте в спортивной форме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова